МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги связи предоставлены компанией Стрим ТВ. Здравствуйте! Это программа Актуальна в студии Илья Лапшин. Музыкальный фестиваль шансона «Черная роза», который проходит в эти дни в Иванове, набирает обороты. Сейчас уже идут отбулочные туры, а Гала-концерт, я напомню, состоится в эту пятницу вечером. Сегодня у нас в гостях член жюри этого фестиваля Владимир Окулимф. Владимир Степанович, вас приветствую. Благодарю, что вырвались время нашли для участия в программе. Вы настоящая легенда. Вы самый крупный коллекционер шансона. Около 700 тысяч композиций в вашей коллекции. Примерно такую я знаю информацию. А с чего начиналась эта коллекция? Это неправильная информация. У меня одних компаний дисков больше 12 тысяч. А песен, только информация на сайте выложена больше 140 тысяч. Это только в основном на носителях цифровых. Ну, в двух словах не расскажешь. Во-первых, спасибо, Илья, за приглашение сюда. И хочу сразу большое спасибо сказать жителям города Иваново за проведение такого фестиваля. Олегу Баянову за приглашение принять участие в этом фестивале. Историю я долго не буду говорить, потому что я жанры могу рассказывать часами. Это для меня... Вы помните первую песню, которая появилась в коллекции? Вообще, как бы история музея шансона, я всю жизнь с детства коллекционер. Я что-то собирал с питочной этикетки, вот музыка, это последние 30 лет. Первую запись я не могу сказать. Единственное, мне любовь к музыке привел покойный мой отец. Когда он ездил в командировки, я на всю жизнь запомнил. Одни из первых пластинок он мне привез, Аркадий Райкин. Такая коробка пластинок выходила, там пять пластинок, они назывались от двух до пятидесяти. То есть от двух лет дети слушали до пятидесяти. Я все эти пластинки даже помнил наизусть, все композиции Аркадия Райкина. А потом уже немножко с возрастом... Я фанат, в общем, Валерия Бадзинского, это мой самый любимый исполнитель. Вот в памяти у меня с детства осталось, что первые записи это были для меня Аркадий Райкин и Валерия Бадзинского. Раз уж вспомнили имя Аркадия, еще другого Аркадия Северного, вспомните, что Иванова, это его родина. И у вас опять же крупнейшая коллекция его. Скажите, а трудно было доставать записях? Ну, коллекционер, сначала для него плохо то, что он ищет. А потом, ну, как говорится, полжизни ты работаешь на имя, потом уже имя работает на тебя. Потом, когда у тебя какой-то появился обменный фонд, начинаешь обмениваться. Потому что купить все это невозможно, ни один человек не купит, и объять необъятно нельзя. Коллекционер настоящий, он хочет найти оригинал, первую запись. Потому что до потребителя, до слушателя доходит иногда, это вот цифровых носителей легче уже, а времена Бабин, до них доходили того же самого Северного или Высоцкого, может, там, 10-я или 101-я копия. Вот получалось, что слушали Высоцкого плохого качества. А пластинка, например, достать, вот если это переписано с пластинкой, это изюминка была. Потому что пластинки виниловой второй не бывают. У Вас очень много неизданного Аркадия Северного, а Вы как-то можете быть инициатором, чтобы там, в переговорах со звукозаписывающей студией, чтобы это действительно вышло в виде какого-то компакт-диска? Такое возможно? Даже просто благодаря Вашему авторитету? Вашему титаническому труду, что Вы собрали такую коллекцию? Есть коммерческая сторона вопроса, есть коллекционер. Коллекция цена тогда, когда это у меня есть и больше никого нет. А не было такой идеи, что уже если это фестиваль памяти имени Аркадия Северного, чтобы и исполнители, кроме своих песен, исполняли и песни Аркадия Северного? Они же все-таки стоят того, то, что исполнял Северный. Я понял, о чем Вы задавали вопрос. Мы тоже на эту тему думали. Потому что если фестиваль памяти Аркадия Северного, то в принципе одно из условий должно быть, чтобы репертуар исполнялась участниками песня из репертуара Аркадия Северного, потому что Аркадий Северный не был никогда автором песни, автором текстов и музыки. У него так называемые народные песни присутствуют, или многие песни на стихии Владимира Роменского. Но Вы не забывайте, что это первый фестиваль в Иваново. Можно еще и подработать, естественно. Да, вот почему я согласился так же. Я позвонил тогда Олегу, главному встретелю, вдохновителю этого фестиваля Баяну. Это будет фестиваль разовый или ежегодный? Мне сказали, что это ежегодный. Поэтому я сегодня Олегу говорю, Олег, ты не волнуйся. Первый блин всегда комом. Но если вы встретите фестиваль, хотя бы там уже пойдет. Например, уже в следующем году можно главное условие поставить, что одна из песен из репертуара Аркадия Северного. Потому что я не люблю, когда говорят, что кто-то компакт-диск выпускает и пишет слова о музыке Аркадия Северного. Это не знание темы, репертуара, жанра. Он никогда не был. А вот признайтесь, а другой мотивации Вашего визита на наш фестиваль не заключалась в том, что Вы все-таки хотите увидеть, наверное, многих новых для Вас исполнителей и получить их записи как коллекционеры, может быть, даже записи самого фестиваля? Я могу сказать, что было подано сначала 38 отобранных для второго тура исполнителей. Сегодня будет их 21 человек. Из 21, больше половины я их уже знаю через интернет. Потому что посещаемость нашего сайта 12-17 тысяч человек в сутки. На сегодня это самый, как бы, сайт, занимающий, посвященный шансону первого места. И многие, как и раз исполнители, мне присылают свои песни. Я заочно уже большую часть их знаю всех. Единственное, я попросил, так как член жюри, чтобы больше мне не присылали до проведения этого тура. Мне записи не присылали, потому что это будет у меня предвзятое отношение к ним. Или с их стороны это будет давление на члена жюри. И после концерта, я сказал, после фестиваля вы можете подарить. Я прослушаю, и то, что считаю нужным, я размешу на сайте. Вот мы вспомнили продюсера фестиваля «Черная роза» Олега Баянова. Он неделю назад был в нашей студии. Мы с ним так дискутировали. Все-таки он позиционирует этот фестиваль как фестиваль хорошей песни. Читая несколько интервью с вами, вас часто представляли как коллекционер блатной музыки. Вы журналистов не поправляли. Так все-таки вот хорошая песня – это шансон или блатная музыка? Если вы читали интервью, там написано у меня как. Я занимаюсь именно изучением блатной песни. Потому что, если это не секрет, я 30 лет работаю в милиции. Я до сих пор действующий сотрудник милиции. Поэтому эта тема именно близка мне. Но я полностью согласен с Олегом. То, что у людей, у слушателей предвзятое отношение, что шансоны – это только блатная песня. Это неправильно. Это одна десятая составляющая жанра. Туда вошла и авторская песня, мягкий лирический рок, эстрада, дворовые, катаржанские, блатные, тюремная лирика. Это очень много. Но просто многие средства массовой информации навязали слушателям мнение, что «А, шансон – это блатная». Я не люблю. Я занимаюсь среди всего шансона, я собираю шансон, но именно занимаюсь исследованием блатной песни, потому что мне это близко. Я многим артистам, исполнителям делаю замечание, как неправильно у них написан текст. Например, что там буквально пару секунд. Когда они пишут, исполнители поют, что на зоне мент на вышке с автоматом стоит. Или в следственном изоляторе мент вместо цирика, но их там не бывает, там внутренние войска охраняют, солдаты внутренней службы. Или, предположим, сейчас Министерство юстиции. Вот даже вот это незнание репертуара, вот это мне помогает моя работа, как раз, когда меня спрашивают, что для меня шансоны, для меня это образ жизни. А для кого-то это заработок. Для вас, Владимир Владимирович, я думаю, это очень серьезная и исследовательская работа, потому что вы со многими очень авторами, как они себя считают, той или иной композицией можете поспорить. И на самом деле, да, доказать истинного автора той или иной песни. Это просто вот вам интересно, вы для себя хотите это сделать? Или действительно кого-то вывести на чистую воду, потому что смотрите интервью, и кто-то бы охватится своим талантом по той или иной песне? Если, вам так говорят, мне это интересно самому заниматься. Но если это действительно получаться какой-то спорный вопрос, я многим готов доказать, что он не является автором песни, потому что, как я уже вам рассказывал до этого, например, мне многие присылают свои песенники, записи, и вот, как я уже говорил, из города Шуи, мне, например, прислал Ажегов дневник 47-го года, издание его жены, где там написаны тексты песен. Но если однажды морем я плыла, текст написан рукой его жены в октябре 47-го, то кто бы потом не говорил, родившийся в 50-х годах, что он автором песни, но он не автор песни. У меня таких песенников очень много. Приятель подарил, его отец во время войны на баяне пел военные песни, ну, разные песни во время войны, и тоже ввел дневник. У меня есть эти дневники, написаны в 42-м, 44-м году составлены. То есть, когда человек занимается именно исследовательской работой, это да, это неинтересно, но когда мне говорили, а может быть, там пора книгу написать, нет, я не готов, я чем... Ну, это не мое. Я коллекционер, я собираю все. Если надо по запросу кто-то, вот, предположим, обратиться ко мне за помощью, пожалуйста, я могу предоставить. — Владимир Степанович, громадное спасибо за что-то интересное интервью. Вам хороших впечатлений, пусть от первого фестиваля, хороших положительных эмоций, чтобы вы уже приезжали в наш город каждый год, и именно на этот фестиваль, потому что будете для него удачей. Благодарю. — Спасибо. — С вами прощаюсь. — Спасибо. — Нашим зрителем, напоминаем, что у нас гостя был Владимир Окунев. Свои комментарии по всему услышанному вы можете вывести по телефону 59-21-21. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok